Этот шар начать воздействовать таким образом, чтобы он думал то, что вам нужно думать. То, что вы хотите думать. Чтобы толк был. Обычно же мы думаем жвачку умственную. Жуем, жуем, жуем. У нас мозг Феррари. И мы его по разбитой деревенской дороге наматываем вокруг нашей хибары. Мы торжественно думаем, что мы думаем. Но мы жуем одну и ту же ерунду. Если вы проведете инвентаризацию, как в чертогах разума предложены, то выяснится, что вы думаете одни и те же вещи, постоянно не сдвигаясь, не наил. Но пока опять что-нибудь не случится. И после этого вы извинитесь. Там влюбились в кого-нибудь, поссорились с этим субъектом. И дальше что там начинается? Феррари, хибара и... И так будете ездить. Потом придет другой субъект. Скажет тук-тук. Сразу Феррари разворачивается. И начинает другое действие делать. Потом тот возвращается. Говорит, прости, я все прощу, что-то там, не помню, стихи. И все, Феррари поехала обратно. И вы все крутите и вертите. Думаете, интеллектуальным делом занимаетесь. Нет. Это просто нервное напряжение бегает по установленным нейронным связям. А чего ему еще делать? Если вы хотите что-то думать целенаправленно и созидательное, вы должны создавать новые нейронные связи. Вы должны заставить ваши нервные клетки соединиться в места, где они не были соединены до этого. То есть мыслить целенаправленно, это анатомически менять свой мозг. Вы должны силой воли, если кто-то еще не смеется в этот момент, это была лопата, да? Значит, и вы этой своей силой воли заставляете нервные клетки соединяться с друг с другом так, как вам нужно. Вы помните, как мы в школу приходили? Кто-то помнит начальную школу? Да. Вот это вот. Сколько вы в прописи писали? Прописи, помните? Вот это закорюка одна, вот это... Вот что это было? Этот садизм. Они заставляли нас, учителя, чтобы мы прорастили нервные клетки, которые свяжут друг с другом несколько нейронов, и у вас превратится автоматизм, возникнет. Что вы будете... Теперь вы же не думаете ни про одну закорюку. Вы когда это все пишете, вы же не думаете про это, все автоматически получается. А таблицу умножения, вы помните, как вы учили? Да. То есть сначала таблицу умножения на два задали. Это же была катастрофа, да? Почему? Потому что мозг должен был вырастить нервные связи между клетками, которые раньше не были соединены. Таким образом, наше целенаправленное мышление, это мышление, когда мы должны заставить свой мозг растить нервные связи, чтобы создать новые интеллектуальные объекты, которые позволят нам иначе увидеть ситуацию, увидеть в ней больше каких-то фактов и обстоятельств, которые позволят принять более адекватные и точные решения. Собственно говоря, об этом были чертоги. И вот когда я все это рассказал, я подумал, рискнем на троицу. Потому что это вообще риск. Я вам честно говорю. Почему? Потому что мало того, что мы вот сами являемся заложниками этого своего мозга, который творит все это безумие, и его очень сложно, так сказать, сорганизовать, чтобы он делал то, что нам надо, выясняется, что мы с вами, каждый, делаем вот эту сборку этих интеллектуальных объектов по-своему. Ну, точнее, есть три способа сборки. Но нюанс состоит в том, что я почему-то не люблю никакую типологию, потому что все три способа сборки у нас присутствуют, но просто в разной последовательности. У кого-то какая-то является ведущей, после этого остальные добавляются. Или другая является ведущей, и остальные добавляются. Что такое три разных способа сборки интеллектуальных объектов? Все это зависит от того, какие стимулы для вас являются ведущими. Это в свое время доказал Иван Петрович Павлов, который сказал, что есть первая сигнальная система, вторая сигнальная система, проще говоря, есть просто раздражители, которые воспринимают непосредственно из среды, и есть сигналы сигналов, это слова, которые обозначают эти раздражители. И вот, соответственно, в зависимости от того, какая из зон вашего мозга берет генетически обусловлено, берет на себя пальму первенства и первую скрипку, от этого вы по-разному будете, в принципе, видеть мир. Одни будут его сначала ощущать, а потом будут пытаться передать свои ощущения в словах. А другие не могут его почувствовать. Им нужно услышать набор слов, которые позволят им все это обозначить, дальше создать из этого матрицу, и через эту матрицу получить ощущения. Теперь представьте, что есть два человека, которые, значит, решили любовь сорганизовать. Один, значит, все трепыхает у него там это, и дальше такое вот, я помню чудные мгновения, вот это все, передо мной блюсты, как вот это видение, гений чистой красоты, понимаете, художественные, понимаете. А вторая половина, она там вот как раз такая конструкторская, шизоидного типа. Смотрит, обозначает, значит, пришел, значит, много смеялся. Значит, в каком случае люди много смеются? Ну, может, идиоты, может, испытывают симпатию. Так, делаем галку. Дальше, значит, сказал пару глупостей. Почему? Может быть, идиот, может быть, перестал себя контролировать в целях эмоционального состояния. И, представляете, это же совсем разные конструкции получаются. И когда вы ждете от человека, что он будет реагировать так, как к вам чувствуется, если он собран по-другому сам, то дальше вы в некотором недоумении. И вы в этом недоумении можете находиться просто до самоубийства, понимаете, ну, как бессмертия. Ну, в общем, да, дойдите друг к другу, так сказать. Вот, да, поэтому, значит, соответственно, вот есть совершенно три разные способы сборки. Вот этот вот один художественный тип, как его Павлов называл, который весь построен на ощущениях, на первой сигнальной системе. Есть врациональный тип, мыслительный, это шизоидный. Павлов называл их мыслителями. Это вот те, которые, им нужно все обозначить, и структурировать, и найти логику в знаках, увидеть причинно-следственные связи, там, и так далее. Есть еще третий тип. Третий тип, на самом деле, основной, центристский. Вот, он просто скрывается, потому что он, как бы, поскольку все, что привычное, хуже всего видно. Понимаете, если человек слишком творческий, вы это быстро заметите. Если он, понимаете, аутично сидит и что-то на компьютере там складывает и с вами не разговаривает, вы тоже заметите, что с ним что-то не так, да? Ну, основной тип это центристский. Основной центристский тип наш, потому что мы с вами социальные животные. Вот, и мы, будучи социальными животными, все время думаем про других людей, не просто как про каких-то отдельных субъектов. Мы думаем про них, как о людях, связанных с другими людьми. Например, в школе вы приходили, стояла учительница, вы были в ужасе, не могли понять, что такое. Потом, когда вы узнали, как эта учительница взаимодействует со всеми остальными учениками, как она взаимодействует с вашими родителями, в каких она отношениях находится с директором школы, заучим и так далее, учительница стала для вас понятна. Понятность другого человека для нас возникает из того, как он взаимодействует с другими людьми и как он с ними организовывает. И это всегда так. Вы придете на работу, посмотрите на человека, ничего же непонятно, кто заканул. Дальше вы посмотрите, как он с сотрудниками разговаривает, потом, что он сам несет про свои социальные отношения, ни с кем он там находится, в каких. И у вас сразу начинает рисоваться образ. Значит, вот это вот складывание интеллектуальных объектов, как элементы из отношений с другими элементами, и есть основа вот этого центристского или невротического типа. И вот существует три совершенно разных подхода к тому, как организовывать карту реальности, с которой мы имеем дело. То, что мы все имеем дело с одной и той же реальностью. Проблема в том, что реальность недоступна. Мы ее можем только реконструировать внутри собственной головы. Вы же, что вы про меня можете сказать? Все же соврете. Понимаете? Почему? Потому что вы же не знаете. Я про вас не знаю. Кто про вас знает все? А, все так притихли. Никто про вас всего не знает. Самое забавное, что и вы про себя всего не знаете. Понимаете? Эта реальность слишком сложна, чтобы быть нам доступной. И мы все время моделируем. Мы там придумаем себе образ человека, взаимодействуем с этим образом человека и думаем, что знаем этого человека. А потом сюрприз! Да, поэтому мы все время взаимодействуем с моделями реальности. И вот вся фишка и сложность состоит в том, что существует три разных способа сборки этих моделей реальности. Можно собирать их конструкторски, через причинно-следственные связи, через закономерности, через логику. Можно собирать это через ощущения, впечатления, собственные реакции, как мне это. Жмет мне ботинок или не жмет. И можно это определять через отношение этого элемента с другими элементами. То есть представьте себе, что человек приходит в магазин и начинает выбирать себе кроссовки. Один подвеск начнет мять их и говорить, так, функционально, так, тут подошва крепкая, из чего сделана, какая технология использовалась, да? Такие есть люди, если вы не в курсе. Им это самое важное, что они могут узнать. А другие подходят и говорят, это правда Nike, вот за эти деньги, это где делали его, важно, где это, в какой системе отношений находится этот объект. Понимаете, соответствует ли он заявленным, так сказать, характеристикам как личность, как социальный, так сказать, элемент. А кто-то заходит, одевает и говорит, ну как я вам? И говорите, генеральный, и он бежит к кассе. Вот одни и те же кроссовки, платье, юбка, понимаете, или что-то там, очки. Одни и те же, но совершенно по-разному людьми ощущаются эти штуки. И вот идея Троица состоит в том, чтобы обучиться, видеть в каждом интеллектуальном объекте, с которым вы имеете дело, кроссовки, научные теории, в любом творческом процессе, который вы осуществляете, и сущностные вещи, которые видит центрист, и закономерность, и ценности, которые ощущает в них рефлектор. И когда вы собираете интеллектуальный объект не так, как вас мозг научил, потому что он так запрограммирован, потому что вы движены им так, вот как вы им движены, а когда вы используете эти ключи, которые позволяют собрать карту реальности сложнее, используя все три ключевых для нас фактора, сущность, закономерность и ценность, вы получаете максимально подробную карту реальности, и неважно, о какой реальности мы говорим, производственной, личных отношений, там, я не знаю, любого дела, которым вы заняты, вы получаете реальный инструмент взаимодействия с реальностью. Вот, что, на мой взгляд, является для нас сейчас самым важным, потому что реальность все дальше и дальше стала ускользать. Понимаете, что реальность от нас ускользает? И угол в информационном шуме и сами уже превращаемся в этот гул. Вот, чтобы этого не делать, не оказаться в этом состоянии, нужно развивать мышление, про что все эти три книги последовательно рассказывают. Ну что, я долго уже говорю, а у вас есть вопросы? Да, я думаю, что, конечно, вопросы созрели, пожалуйста. Андрей Владимирович, здравствуйте. Спасибо вам большое за ваши книги, они произвели на меня просто глубочайшее впечатление, я прочитала только две, пока не послушала, несколько ваших лекций. Вопрос про подсознание и сознание. Когда мы формируем некоторое... Ну, то есть мы понимаем, что все наши сознательные, так сказать, решения продиктованы нашим подсознанием. Получается, что некоторые люди просто абсолютно детерминированы, потому что их сознание, ну, любое, что они хотят делать, они получают из подсознания. Но если... Вот меня раньше интересовали эти вопросы, я случайно наткнулась на ваши книги, стала их изучать. То есть понятно, откуда идет у меня эта мысль вообще, откуда это поведение. Но вот других людей, другого человека я искусственно могу заставить, но в принципе, то есть получается, что все мы все равно каким-то образом детерминированы, и наше сознание никоим образом здесь не влияет на наше поведение. Очень хороший вы вопрос задаете. Я вот, правда, все время боюсь слова подсознания, потому что у нас есть ощущение, что у нас есть, значит, какое-то сознание, а под ним какое-то есть подсознание. Значит, вот у нас есть мозг, который крутит огромное количество интеллектуальных объектов внутри себя, и мы в единицу времени способны увидеть только какие-то фрагменты этой деятельности, потому что луч нашего сознания, нашего внимания очень ограничен. И мы можем только... И вы представляете, вам нужно было бы составить какое-нибудь представление о чем-нибудь, когда случайным образом вдруг высвечиваются какие-то точки. И вы вообще не знаете, что там что-то другое, вы думаете, что это все, что есть. И вы из этого строите какое-то представление. Но вы его всегда сможете построить, но что на самом деле там происходит, что вы на самом деле куда смотрели, сказать вы не можете, не понимаете. Поэтому вся наша вот эта деятельность мозга идет сама по себе. И вы поймите, мы же эволюционно создавались. Вот какую-нибудь, возьмите, мышь. Мышь. Они умные. Они все прогрызут вам, заползут, все выяснят, все это сбегут, еще бушеловку обманут. У них много сознания, как вы думаете? А уже не дураки. Это я про мышь говорю, не про примата. То есть у нас этот мозг, он работает сам по себе, выполняет те задачи, которые в эволюции предназначены. А то, что мы в какой-то момент смогли с помощью языка рефлексировать собственные какие-то состояния, ну это просто такая вот уже вишенка на торте, которая, конечно, толком нам не помогает, как бы сказать, не может изменить торт. Торт массивнее. Значит, дальше вот вы задаете вопрос, а как вот повлиять на других людей, вот если вот мы так детерминированы, и вот вы приводите пример, у меня был такой вопрос, поэтому я заинтересовался. А откуда он у вас возник? Когда вам был месяц? Коммуникации нет. Нет. Значит, в какой-то момент, да, мы сталкиваемся с... Да, в какой-то момент мы сталкиваемся с кризисными ситуациями, потому что, понимаете, чем вы сложнее устроены, чем вы сложнее устроены, тем больше шансов, что вы где-то лбом, так, значит, можете, как бы сказать, проверять на прочность жизни. И если у вас есть сложность во внутреннем устройстве, то, конечно, вы будете получать синяки в социальных взаимодействиях, в какой-то деятельности, там, и так далее, и эти синяки заставят вас... А что с тобой происходит? Что такое? То есть вопрос этот возник не потому, что там кто-то нашептал вам его. Это я про психиатрию, да? А возник он у вас, потому что вы сталкивались со сложностями, и эти сложности, как Выгодский говорил, великий наш психолог, он говорил, мышление начинается там, где мы наталкиваемся на препятствия. И вот когда вы наталкиваетесь на препятствия, вы должны осмыслить, что же сделать для того, чтобы добиться желаемого результата, хотя у вас это не получается. Чего вам не хватает? И у вас начинается поисковая активность. Павел говорит, что такое? Вы начинаете интересоваться. Есть ли у человека такая структура, что он в целом адаптируется ко всему, его потребности, его амбиции, его внутренние стремления испытывать дискомфорт? Ну, потому что он быстро привыкает. он быстро адаптирует. Ну, так так так. Ну, не так так эдак, но будет так это. А вообще, можно полежать здесь? Да, вот. У него нет внутреннего этого напряжения, которое мы можем спровоцировать, ударив его о реальность. Поэтому лучше всего, конечно, воспитывать людей реальностью. Потому что, когда вы пытаетесь детям что-то объяснять, вы много-много можете взрослым объяснить вот это, неинтересно. Вы любите, нам надо поговорить. Знаете, это фу, да? Дальше вы садитесь, и что там? То есть, это даже с людьми, которые пользуются словами, и понимают их значение, вроде как, ничего не срабатывает, так сказать. И с детьми еще меньше. И только обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся, и в чертогах я пишу, чем больше у вас было жизненных сложностей, которые вас не поломали. Тут, правда, есть нюансы. Павлов, он этим был милый дядька. Он изводил уже собак, все, вызывал у них экспериментальные неврозы. И говорил, что вот сильный тип, сильный тип, высшей нероденности, держится, говорит, просто как все, и все там другие типы, это собаки все сошли с ума, какой-то противник, он говорит, сильный тип, но говорит, но это просто мы у него набрали ключ. Сейчас, раз, и этого тоже поломаем. Вот, да, поэтому сталкиваться со сложностями, но не ломаться, это очень важно. Поэтому даже, например, про воспитание детей, ребенок должен всегда сталкиваться со сложностью, просто вы его должны поддержать в тот момент, когда вы чувствуете, что он или сломается, или сейчас закроется, или еще что-то, вот этот момент вы можете там проскочить дальше. Вот, но если он не сталкивается со сложностью, а у нас сейчас с детьми что? У нас, они перестали сталкиваться со сложностью. Понимаете? Потому что, вот раньше, сложность. Чебурашку, понимаете, было не достать. Понимаете? сейчас новый мутик выходит, вот сразу в комплекте со всей, так сказать, бижутерией. Да? А раньше, чебурашку, мне деревянного привезли из Ташкента. Деревянный такой. Вот сложность, понимаете? А сейчас у нас что, дети все зацеловали в попу их, все им дали, сказали, что хочешь, да? Да, он еще, еще покапризничает, скажет, потому что все такое-сякое нам не нравится. Да, и, конечно, мы сейчас входим в мир, в котором все меньше сложности. И в жизни меньше сложности. Представляете, как? Раньше, вот, если что нужно было, надо было, вот, книжный магазин, да? Вот, нужен был баллад в книжном магазине, раз, да? Макулатуру сдавать 20 кило, да? И то тебе давали книжку не какую ты хочешь, а там какую же, как тебе, вот я помню, Фенимора Купера издал 20 килограмм. Зачем мне Фенимора Купера? Ну, пришлось читать потом. 20 килограмм собирал, ответственно. Вот, да. И вот, да, и сложности. Сейчас нету сложности. И все. Нужна вам машина? Позвонили. Нужна вам информация? Спросили в интернете. И так далее, и так далее. Хотите развлечься? Вот раньше развлечься. Вы можете себе представить в 80-х годах, что такое развлечься? Это, знаете, да, там раз в год сходить в ресторан, вот, причем это заказать, договориться, все там, и так далее, и так далее, и так далее. В кино, понимаете, там тоже. По пятницам показывали после программы время фильм. Голубой огонек. По телевизору. Голубой огонек раз в год, не больше. и так далее. Вот. Поэтому мы сейчас входим в мир, в котором вот это избыточное предложение, контента, услуг, и так далее, и так далее, информации уснижает степень сложности. Вот. И поэтому я все время говорю, создавайте сами для себя сложности. Вот мы сейчас находимся в конструкции, если мы хотим, чтобы у нас голова развивалась, мышление развивалось, мы должны научиться самим себя создавать сложность, озадачиваться, понимать, что мы не понимаем, да, вспомнить Сократа, да, я знаю то, что ничего не знаю, чтобы начать снова пересобирать и думать. Вот. Академия смысла, которой мы в Петербурге уже так, все ступени подготовили, уже много у нас ребят учатся. Да. Я же мучу их там. Я гестапо. Понимаете, мало того, что там надо упражнения делать, там может задания выполнять там и так далее, но главное, сложно. Надо думать не так, как ты думал обычно. Нужно видеть там, где ты не видишь, а другие видят, но ты не понимаешь как. И дальше в этом социальном взаимодействии вдруг обнаружишь, опа, еще оказывается и так можно, и так можно. Вот создание сложности сейчас самое важное. Вот. То, что весь мир идет на то, чтобы нам упростить жизнь. Но как только у нас упростится жизнь, упростимся мы сами. И будем это. Это может неплохо. Ну, так если, если быть каким-нибудь непритязательным овощем. Оно вот так идет. Скоро будет шлем. Одевайте шлем. Костюм, чтобы вы все чувствовали. Да. И дальше VR. И вы видите все дополненную реальность или какое-то все 3D и себе видите все что угодно. Еще вы можете сказать хочу то-то. Хочу блондинку в шоколаде. Видите? И вот рисуется сразу. А еще, поскольку на вас есть чехол этот вот с датчиком, вы можете все почувствовать ее. Думаете, кто-то вылезет из этого шлема? Понимаете, какое дело? А что он будет собой представлять как интеллектуальный субъект? Вот. Поэтому риски. Так? Дорогие друзья, я только на одну секундочку сейчас спрошу вот, кто собирается у нас на автограф-сессию? Потому что я знаю, что есть вечерное мероприятие у вас, да? Да. А сколько вам надо выехать, чтобы мы все рассчитали? Мы пока успеваем. Так. Значит, сколько у нас человек на автограф-сессию? Кто будет подписывать книги? Так. Еще два вопроса. Пожалуйста. Вот. возникает вопрос. Возможно ли обнаружить типы мышления, которые описаны у вас в книге, у других высших приматов или, например, рефлекторы и конструкторы, они являются приобретением уже нашего вида? Вопрос хороший, но он, понимаете, такой вопрос не по окладу. Значит, проблема состоит в том, что мы от приматов не имеем их интроспекции. Мы не знаем, что они думают. Мы можем как бы догадываться и воспроизводить это в экспериментах. То есть, условно говоря, мы можем создать условия, когда обезьяна будет знать, что ее увозят, например, на время, и она будет бегать по всей стае и со всеми прощаться. И мы таким образом предполагаем, что она способна сообразить, что она расстается со своими сородичами, она как-то из-за этого переживает и так далее. Но это наша гипотеза. Поэтому, поскольку у нас нету одних вот этой обратной связи, в которой бы они могли нам сообщить о том, что они думают и чувствуют, у нас сложности, как и с детьми. Но уже по детям мы можем говорить, что у них есть специфичность на какой-то тип. Потому что я в книжке же привожу эти эксперименты. Например, ребенок эксперимент находится в комнате, потом ей дают сигнал, ребенок не в курсе, и она выходит из комнаты. И ребенок остается один в экспериментальной комнате восьмимесячной. И начинает орать. Да? Ну вот. Понятно же? Да? Но почему-то одни орут, а другие орут, потом смотрят по сторонам и говорят, а что тут есть? Да? Ну вот. Очевидно, два разных типа поведения. Да? Ну вот. Другой не успокоится, пока мама не вернется, а у этого возник исследовательский инстинкт, и он начинает что-то куда-то лезть, и это будут разные головы в результате. До трех лет шимпанзе обгоняют человека в интеллектуальном развитии. Вот. То есть, если мы по ребенку видим, что есть разные типы, это теоретически, у шимпанзе тоже будут разные типы. С другой стороны, конечно, отсутствие второй сигнальной системы усложняет возможность иметь мышление конструкторское у приматов. Вот. Что не отменяет возможности иметь некоторую аутичность и шизоидность, да, которая является такой психобиологической базой, которая при наличии знаковой системы превращает мышление в конструкторское. Вот. Поэтому животные, конечно, очень толковые. Это мы просто не понимаем их. Но ключевая вещь наша с вами это то, что у нас, конечно, появился язык. Вот. Здесь не надо обольщаться. Это не достижение ни одного из нас. Никто из вас и из меня тоже не выдумал в жизни ни одного слова. Мы их все стырили. Вот. Из культуры. Там было много слов. Мы пришли и сказали себе будет наше. Вот. Мы стали использовать эти слова для обозначения своих каких-то собственных опытов. Вот. Если бы нам этих слов не дали, то мы бы не смогли обозначить собственные опыты. Если мы не можем обозначить собственные опыты, мы не можем эффективно строить модели реальности и будущего. Потому что если вы не способны собрать, например, собственные страхи, связанные с проблемами, которые у вас могут возникнуть, если вы не выполните свою работу, да, и вы будете, у вас есть опыт взаимодействия с начальником, который вам недоволен, да, опыт штрафов, там, невыданных денег, уволенных с работы, там, и так далее, и так далее. И вот из-за того, что вы эти опыты смогли обозначить, вы можете их представить себе в будущем и дальше начать торжественно работать над работой, которую совсем не хотите делать, да. Кажется, что это волевое решение, хотя на самом деле нет. Знаковая система позволила вам обозначить ваши ужасы, ваша префронтальная кора позволила вам спроецировать эти ужасы на будущее и из этого будущего, боясь последствий, что вы будете наказаны или как-то травмированы, вы сейчас совершаете какую-то деятельность. Конечно, вы можете думать, что вы это делаете по волевым. Люди все вот худеют, например, по воле, да. Чувствуют, они зачем это делают, они не спрашивали. Ну, потому что где-то им что-то так, они поняли, что на них не так реагируют, да. Дальше они себе представили, что все, личной жизни не будет, и дальше сейчас вот это откажемся от тортика. Реша, сила воли была? Нет. Это было пережитое чувство дискомфорта, связанное с тем, что вы были не симпатичны там, где вы хотели быть симпатичными. обозначение этого как результата полноты, потом проецирование, то, что вы сейчас едите плюшку, значит, у вас будет попа с целлюлитом, и вот это попа с целлюлитом, да, и вас там, соответственно, никто не полюбит, и вы, значит, сейчас, говорите, не надо. Это воля была? А теперь представьте, что вам наплевать, что там будет в будущем. И я даю вам плюшку. А-а-а, какая воля может быть? Все, конец. Пожалуйста, Ваш. Здравствуйте, спасибо за книги, и у меня такой вопрос, вот вы говорите про информационную псевдодебильность, про цифровое слабоумие, это же диагноз, да? А это можно диагностировать как-то современными методами исследования, какие биохимические процессы происходят в голове, когда вы? Значит, очень хороший вопрос, значит, термин информационная псевдодебильность, он, если вы хотите подробнее понять, о чем речь, он есть в чертогах, там все объясняется, что к чему, в чертогах разума. Значит, там речь идет о нормальном мозге, почему псевдо, да? Значит, есть дебильность, умственная отсталость, олигофрения, диагности, дебильность, разные фазы, умственная отсталость, разные тяжести, умственной отсталости, как болезни, вот, которые вызваны поражением мозга, да? То есть, оно может быть связано и генетически, и можно заболеть, всякую болезнь, перенести какую-то на мозги и, соответственно, впасть в это есть варианты. Вот, да, и это реальная дебильность, да? Значит, когда я говорю псевдодебильность, это значит, что мозги нормальные, хороший мозг-то, ничем не болел, все связи способны устанавливать, клетки все на месте. Ну, этот я уже начал придумывать, они у нас не на месте, ну, в общем, нормальные, есть клеточки, все могут работать. Вот, и значит, собственно, когда вы просто находитесь в конструкции, что вы бесконечно потребляете информацию, а сейчас, я вот сейчас в лекциях своих привожу данные, сейчас я попробую на память, это данные за 15-й год, значит, данные за 15-й год, в Британии есть, вот это вот, у них комитет, который, значит, занимается всем медиа, телефонии, вот все, это вот, они провели статистику, и выяснили, что британец, взрослый, в день тратит 8 часов 42 минуты на взаимодействие с экраном. Спит он меньше, 8-21 минута. Если вы посмотрите молодого человека от 16-ти до 24-х лет, то время взаимодействия с экраном 9 уже с лишним часов, а поскольку молодые люди часто используют два экрана, то есть они смотрят, например, что-нибудь по телевизору и параллельно делают телефон и что-нибудь и так далее, и даже технологии сейчас есть, чтобы одновременно делать это и другое, вот, получается 14 часов в сутки взаимодействие с экраном. Понимаете, в конструкции, когда вы потребляете информацию, у вас задействуются специфические зоны мозга, главным образом центральная исполнительская сеть, которая занимается переработкой поступающей в вас информации. Фокус памяти и фокус мышления состоит в том, что вы не можете одновременно получать информацию и запоминать ее. вам нужны обязательно паузы, когда мозг ее проработает и зафиксирует. Поэтому, если вы можете взять, например, сейчас модно, ну не модно, а так делают, берут и смотрят сразу сериал. Ну вот, сезон, как-то 12 серий, да? Потом спросите у человека через день, что там было. Он не сможет вам сказать. Если он смотрит сериал по серии раз в неделю, у него есть интервалы, в которые мозг обрабатывает информацию, поступившую к нему через сериал, и он его более-менее помнит. Вот. А так получается, просто вы ее перерабатываете, и она и уходит, она не фиксируется. И мышление то же самое. Во-первых, вы, когда потребляете информацию, вы всегда избирательно действуете. Значит, если вам нужно подумать над информацией, которую вы потребляете, ваш мозг начинает ее всячески от вас прятать. Самое лучшее, что сделать, закладку. Нашли какую-то хорошую статью или лекцию интересную на ютубе. Ну, сложно. Вот. И говорит, обязательно надо будет посмотреть. И как-то там вы помечаете, чтобы к этому вернуться. мы возвращаемся к 4% спрятанных, значит, как белка, умных вещей, вот, а переключаемся на простые. Мозг экономит энергию и постоянно перепрыгивает на более простые штуки. Вот. Поэтому, если говорить про информационную псевдодебильность, мозг нормальный, но он не развивает навыки мышления, сборки сложных интеллектуальных объектов, потому что для этого надо крутить их внутри головы, а он не может, потому что он занят постоянным потреблением информации. И второе, значит, из-за того, что мы находимся в постоянном потреблении информации, мы... Как-то у меня мысль была, но, видимо, я сам немножко информационно псевдодебилен. Вот. Да. В общем, короче говоря, у нас интеллектуальные навыки не формируются, вот, если мы постоянно потребляем информацию. Это главная идея, связанная с информационной псевдодебенностью. В результате мы сами становимся очень плоские. Вот. И нейрофизиологически вы это не сможете определить. Вот. Вы сможете определить. Хотя, значит, сейчас просто очень грубые нейрофизиологические у нас. Сейчас же мы по сути дела очень... Ну, сейчас много новых технологий делается, потому что, но они все разные, понимаете, а с помощью одних технологий вы можете понять по разным нейромедиаторам, как идет движение, да, по каким-то вы можете понять, какие, как бы сказать, ритмы там организуются, по каким-то вы можете вот сети выявить и так далее. В целом, вот основной метод функциональной магнитной резонанса томографии, это же, знаете, сколько клетки жрут кислорода, мы определяем. Вот. И вот если они жрут больше кислорода, мы фиксируем, говорим, о, они что-то заработали. Вот. Но это грубый метод, понимаете, пока. Но будут точнее, да, даже сейчас, что мозг картируют, делают конъектон, да, будет полная карта мозга, ко всех клетках, как они могут быть связаны там и так далее. Вот. И идея какая, чтобы, во-первых, наше собственное сознание можно было перенести на сервер. Вечную жизнь-то хотите, нет? 2035 год, надо подождать. И все, сразу, да, у вас на сервер. Я шучу, но они серьезно говорят. Вот. Да. да, и они вот картируют это все. И про... И... А что я рассказал? Я была мыслью. Да. Да. Псеводопедилизм. Да, псеводопедилизм. Да. А, у нас методы плохие пока, мы не соображаем, но они все улучшаются, и скоро, да, и скоро можно будет и это понять. Но вот, пока, значит, что понятно, значит, вот из диагнозов из этих. Цифровую зависимость выявили нейрофизиологически и биохимически. Это сделали в Южной Корее. Исследование 17-го года, значит, было показано, что люди, страдающие цифровой зависимостью, значит, воспроизводят тот же паттерн нейрофизиологический и медиаторный за счет дофамина, серотонина, вот их соотношения там и так далее, как, вот, зависимость от телефона, как от наркотика. аналогичный совершенно, как бы сказать, паттерн, мозг одинаково болен. Вот, просто у наркотика мы видим, как тело убивается, а как мышление убивается, мы же не видим. Вот, и сами не можем заметить, и если нам скажут, что мы дураки, мы же им скажем, вы сами идиоты, правда? И все, дискуссия закончилась. Вот, значит, да, цифровая зависимость нейрофизиологически доказана. И дальше, вот, есть, так называемое, цифровое слабоумие, да? Значит, вот, это у детей, которые очень много потребляют видеоконтента и с гаджетами. По данным Всемирной организации здравоохранения, ребенок в возрасте, там, восьми лет, должен потреблять пятнадцать минут видеоконтента в день. Пятнадцать. И к шестнадцати годам эта доза может быть увеличена до часа пятнадцати минут. Вот, но вы понимаете, что такие нормы никто не, в принципе, не выдерживает, да? Значит, что это приводит к тому, что мы очень рано детей наших погружаем в эту среду, цифровую, виртуальную и зависимость формируем? Приводит к тому, что количество связей между нервными клетками в коре головного мозга уменьшается на пятнадцать, двадцать процентов. То есть, это мы можем тоже физиологически показать это. Вторая очень существенная вещь, это, значит, вот этот синдром СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Значит, что это такое? Мы думаем, что есть какой-то такой прямо нейрофизиологический комплекс, который мы можем так обозначить, но современные исследования показали, что нет. СДВГ объединяет очень большое количество самых разных дисфункций мозга, значит, которые, в чем суть этих дисфункций, ребенок, его мозг, значит, не сформировал способность входить в определенные состояния. То есть, для того, чтобы войти в состояние сосредоточенности, нужно определенные нервные клетки должны обеспечить нам эту концентрацию. Если нужно управлять своими двигательными этими всеми движениями, тоже мозг должен научиться это организовывать. Это все работа. И вот под СДВГ оказалось очень много всяких разных таких вот неспособностей детского мозга организовать свою деятельность. И, понимаете, детский мозг, я тут говорю фигурально, потому что уже сейчас 70% детей, страдающих СДВГ, не перерастают болезнью. Раньше была конструкция, и за счет более жесткой детерминации социально-культурной и воспитательной большая часть детей изначально страдавшие СДВГ вылечивались с возрастом. Перестройки, гормональные, стрессы, всякое воспитание и прочее, и прочее. А сейчас 70% не перерастает. И сейчас есть диагноз, называется СДВГ взрослых. В Америке его ставят сейчас направо и налево. Вот. Вот. И да, но это вот уже тоже, тут уже цифровая зависимость соединяется с информационной псевдодебильностью и дает вот СДВГ взрослых. Вот. Поэтому нейрофизиологически вот то, что касается патологии, патологии в виде цифровой зависимости, просто цифровой наркомании для упрощения, да, и цифрового слабоумия, это мы можем все уже показывать. информационная псевдодебильность это то состояние, которое обратимо. Вот. Если мы столкнемся с препятствиями, если сейчас начнется война, что делать, стучать, плевать, не важно, ну да, в общем, да, если она начнется, мы с вами быстро взбодримся, вот, и вся наша информационная псевдодебильность улетучится со страшной силой, вот, потому что будет очень сильный стрессовый фактор, вот, и поверьте, это, как бы сказать, сильно меняет вообще способ организации этой нашей внутренней жизни, когда вы на войну попадаете. Вот, и, но пока условия благоприятствуют к цифровому, к информационному потреблению, к тому, чтобы как-то что там, сериальчик заточить, сериальчик, да, заточить, или как-то что-то с ним, ну, пословица, а, вот, запилить, да, что-то еще в этот, как в Инстаграме, зависнуть или что-то, залипнуть, вот, все, и да, пока есть, вы там, собственно, в этом, как бы, вот. Андрей Владимирович, ну, мы вас можем слушать до бесконечности, но надо переходить к автограф-сессии. А я можно, да, ну, сообщение сделаю, значит, я подробно, вот, с картинками, со всеми объяснениями, про вот эти разные типы мышления буду рассказывать 14 июля, 12? Да, 12 июля, значит, это в Гоголь-центре организуют прямая речь, вот, поэтому, если будет интерес, приходите, на прямой речи есть сайт, лектория прямая речь, и там, ну, я в контакте своих этих, там тоже, они опубликуются. Дорогие друзья, теперь очень дисциплинированно первый ряд встает вот сюда. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Андрей Владимирович.